Уважаемые зрители, возвращаемся. Настало время посмотреть Vertigo в исполнении Team Spirit и команды Sprout. Еще раз напоминаю, это последний день и последний матч плейн-стадии EM Katowice 2023 года. Выбор коллектива Spirit, методом исключения они дошли, я так для себя понял, в перерыве до этой карты, потому что Mirage не особо хотелось, и Яншин тоже. Нам бы звук КСа еще, и все бы было замечательно. Есть, есть звук КСа, поехали смотреть пистолетку. Спилиты там что-то очень долго шифровали, в то время как их соперники в перерыве особо не общались. Лаун даже поглощал банан. Не с первой попытки, которую получилось распечатать. Но вот стреляют пока что, все равно Sprout лучше. Видимо, помог, помог этот поглощенный банан. Теперь остается Вандерфул один против троих. Ну, я не знаю, такое не разматывается. Один за цементом в засаде. Если что, он сработает, когда отъедет его тиммейт. То есть дабл пик здесь в любом случае Вандерфул обеспечен. Хотя нет, он срезает угол, одну голову все-таки выносит. Но, размен моментальный. Что-то там покричали даже, ух. Штер что-то покричал. Слушайте, я понял, почему так плохо было все с первой картой у Sprout. Видимо, они такие, ну, у нас матч второй, проснемся попозже. Просыпаются, идут в ресторан завтракать, а в отеле нет кофе. Думают, ну ладно, бывает, ничего. Попьем сачку, кофе будет варенье. Приходят, и там кофе нет. Весь кофе был выпит. Вот все, что смогли найти, это бананы. Этот банан сейчас помогает. Ну, потому что вяло, вяло выглядели откровенно датчане вместе с румынами. Их датский тренер. Как бы не особо здесь контр-пик, конечно, от Spirit. В том плане, что Sprout эту карту тоже играют. И местами ее играют даже в последнее время удачно. Да, у них там были плотные матчи на овертаймах. Но это не прям контр-аргумент. После проигрыша оверпасса получить который было бы, ну, супер нежелательно для Sprout. Ну, то есть на этой карте они тоже могут играть. Уже забирают пистолет на раунд. И, в принципе, будут работать с тем, что есть. И пытаться, будут пытаться выйти на оверпасс. Пока что Spirit без поставленной бомбы в первом раунде. Ну, душат. Душат middle. Хотя, как оказалось, душат здесь больше их. Пришли формилки и просто заработали денег на Spirit с пистолетами. По итогу заходящий нулярком без бомбы. Патси в спину остается последним против троих. У него есть, по идее, инфа, что там, ну, вот какие-то биты, кто был на миду. Но куда они сейчас делись, понимания особого нет. То есть он прекрасно знает, что там лежит бомба. И за ней в любом случае, если он хочет выиграть этот раунд, придется прийти. Но хочет встретить кого-то, кто где-то загулял. Там не дошел с точки А. Или вернулся посмотреть, не придет ли оттуда Патси. Патси по итогу получает себе два смока под ноги. Находят М-ку. Сколько там? 22 патрона. И у него даже армор есть. А что он делает? Проползает за цемент по радару. Замечает одного на ванвуэе. Техничненько. Но его вычислили моментально. И Лаун Икс его уничтожил. Пободрее, пободрее. Даже Берри стал ходить. Пятюни кулачки раздавать. Не всем, правда, не до всех дошел. Но до героев раунда, те, которые приняли мидл, дошел. И им кулачки достались. А вот, кстати, этот момент. Напомню, друзья, также, что третья карта есть. Ну, я вот говорю еще раз. Очень бы хотелось дойти до третьей карты. Это будет Анубис. Если. Если будет. Пока ближе к тому, что будет. Но выводы делать раунд. Всего лишь пистолетный и второй раунд забрали. И, скорее всего, спрауты, если очень сильно не наошибаются, заберут и третий. И вот как раз-таки получат то, чего они не получали на оверпассе. Дважды в обеих половинах. Это хороший старт половины. Который нужно будет просто конвертировать в уверенный счет. Типа, ну, хотя бы минимум 10-5 на этой половине. Это даст им неплохую уверенность. И, скорее всего, ну, либо доведет до супер плотной концовки, если спириты будут сопротивляться. Либо что-то подобное мы увидим и быстрое с ТМчиком, да, от спраут. И пойдем уже смотреть третью карту. Короче, вариантов очень много. Пока спириты, ну, так откровенно, душа тайминги. Пытаются заставить своих соперников нервничать, проверять, где-то бегать. Возможно, занести какой-то девайс. Но спрауты очень аккуратно проверяют. Один с рукава. С ТР накидывает молик. Тиммейт его открывается. Он только один минус. С ТР. Ну, по двум дэмэдж. Окей. Тоже неплохо. Не убил, но накалил так, что сопротивление практически не организуют эти игроки. Мэджикс приносит приятные новости для себя и своей команды. Нейтрализует миддл. Минус дефон. С девайсом единственное, что не сходить. Сам убежал на тополо. Ставил сирень контроля с деглом. И у сирени не полетела. Четенько справляется рефреш. Не потеряв здоровье. И вот теперь работа за лауном. На базе Б. Слушайте. Так или иначе. Петляли по всей карте. На расходили. И миддл пощупали. И пытаются еще выйти на базу Б. Поставить здесь бомбу с этими пистолетами. Как спириты дорабатывают концовки. И три девайса забрали у соперников. То есть, казалось бы, там, что там, дегл был. По 250. Армор даже, да, был у сирени. Ну, это же явно не спраут. Сейчас кричали, правильно? Или спраут. Или в параллельном матче что-то происходит. Так, в параллельном матче происходит. Там 6-5 в пользу комплексити на второй карте. Ну, в принципе, не знаю. Там это или не там кричали. Кто кричит? Кто же кричит? Показали нам грустящих спирит после этого сыгранного раунда. А не кричащих спраут, если это были они. Ну, а теперь начинается самое интересное. На самом-то деле появляются девайсы на руках у духов. Но без снайперской винтовки для Вандафула. Там, кстати, была аналитика в перерыве. Я вам ее не показывал. Но сам посмотрел. Там мельком, типа... Не знаю, за какой отрезок. В общем, какая-то статистика была в Вандерфулла, что у него рейтинг 0.77 был. Уж не знаю, за ту карту я не обратил внимания. Но вроде как все в плюсе у спиритов были. То есть, скорее всего, это вот просто за какие-то там последние... Последние какие-то игры. Может быть, за предыдущие две игры на этом турнире. Потому что очень быстро это все дело показали. Я так удивился. Так, ну, переждали первые гранаты. Ребята из спирит. Вот полетели и вторые. Смачок на рукав уже есть. Но более... И помимо него ничего не залетает. Традиционный молик на цемент. Он не тушится. Попытка выпекать с крана, но без флешки. Но втроем. А флешка, кстати, от атаки противоположная была. Ну и, короче, флешка, которая здесь всех похоронила. По итогу немного паники от спиритов. Хотя и с таким здоровьем что-то можно еще... Не, ну... Когда... Мэджик сгорел в собственном олике, я так понимаю. Так, ну Чоппер будет душить до последнего. Думает, что его обходит спину. Никто не обходит. Один на хэдшоте, второй в доме. Вообще понимания у Чоппера нет. Боится очень за рукав. По-прежнему думает, что там есть чувак. Но, да, с хэдшота выныривает. Штейры первый... Точнее, четвертый раунд спраут берут. Уверенно, уверенно. Не очень слышно, что там говорят игроки. Первый тактический перерыв от спиритов. В принципе, пора на самом-то деле. То есть прошла пистолетка едва с пистолетами против девайсов. Близко было, наверное, на третьем раунде с пистолетами. Сейчас не сказать, чтобы близко. То есть прошла пистолетка плюс два и первый девайс. И время подумать, что делать дальше с этой атакой. Вообще не отчаиваются спрауты. Это нравится. То есть они не раскисли как-то после первой карты. Просто спокойно... Да, сгорел, собственно, молик и Борис. Самосожжение. Священная жертва на алтарь будущих взятых раундов. Посмотрим, так это или нет. О, какие тут помещения. Ничего себе. Секретные. Так, ну спиритов, конечно, с гранатами полный обрез в этом раунде. Поэтому нужно где-то добывать Энтри. А Энтри не удается добывать. Лаун проконтролил Б. И другой румын с другой стороны к селу на точке А. Свой фраг сделал. Уже спириты втроем. Чего они там наобщались, непонятно. Ну, пока это не работает. Пока оставили один хп Лауну. Но он повесил смачок. И аккуратненько ножками утопал в направлении базы Б. Уже скажет тиммейту, страшно, страшно. Вырубай контроль. А я тебе помогу где-нибудь. Может быть, ему, кстати, даже гранату бы передропнуть. Чтобы он накидывал, а тиммейт уже работал под него. Но гранат у него нет. Будет халповать чем сможет. А именно... Ну, байтить на себя, наверное. Ага, побайтить не удалось. Прилетает Зефону. Остается тот самый однохиповый лаун, который не полезет. К нему приходит тиммейт. И вот тиммейт уже получается. Рефреш. Ставит точку для Штейра в этом раунде. Чоппер. О, миллиард флешек. В общем, вразмен, вразмен. И по итогу еще один раунд Спраута. Ну, старт такой вот, что доработать его было спиритом очень сложно. А в свою очередь Спраут начали бодренько. То есть и минус на А, и минус на Б. И если не совершать грубые ошибки, то делом техники был этот раунд довести до момента победы. Даже без поставленной бомбы. От соперника так, в принципе, и случилось. Вот он минус от Кселу. И, кстати, нам еще один энтри от другого румынского игрока не повторяют. Повторяют концовку. Но ничего. 5-0. Обескураживающее, на самом-то деле, начало. То есть вот так вот пикают оверпасс Спрауты и летят. Как фанера над Парижем. И вот так вот пикают спириты. И повторяется немножечко история, на самом-то деле, у них предыдущих дней. Когда они играли с непами. То есть там они ни одной пистолетки не взяли. Дебюты проваленные. Вот что-то похоже. То есть то ли старое болезнь возвращается. То ли просто попили реально кофейку. Поели банан. Спраут в перерыве. И, ну, типа Берри сказал, что парни, надо выходить. Мы на ESL Pro League не вышли вообще. Надо хотя бы на Котовицу проходить. Обмен. Сирень получил. Калаш отдал свой пистолет. Он самый здоровый. И даже с каской. И где же сирень? Ну, окей. О, два фрага. Два фрага дал. Еще бы один тиммейт кого-то бы подцепил. И было бы один в один. Но этого сделано не было. Только по демиджу. Немножечко сирене помогли. Есть у него бомба на руках. 35 секунд до кончания этого раунда. Не стал сильно затягивать по таймингу. Типа фейковать. Потому что его никто не пошел проверять. Пошел проверять сам. До конца. И главная надежда сирени здесь, что он повесит быстро голову. И что у оставшегося, с кем он будет один в один, не будет. Вообще сейчас, вот, ну, на удачу. Будут гранаты или нет? Выйдет кто-то или нет? Выходит вдвоем технично. Сирень растерялся. Пытается пикать справа-слева. Понимает, что... Он не понимает, где последний? Он не понимал, где последний. А лаун успел уже засклочить на головы. Так, не разобрались, Берри, рефреш. Кулачок или пятюня. В итоге кулачок, окей. Хотя, знаете, говорят вот, что... Ну, я не помню от каких игроков, но в интервью точно слышал, что очень важно в команде именно связка тренер и игл, да. То есть они друг друга вообще с полуслова должны понимать. У них должно быть одинаковое видение контр-страйка. И чуть ли, я не знаю, ни там один сок они должны любить. И любимый цвет у них должен быть. А здесь как-то Берри так, как будто, знаете, первый раз рефреша видит. Просовывает ему краба, а тот ему кулачок дает. В итоге как-то все это стеснительно. Знаете, как будто... Ну, не знаю. Первый день на работе. Ну, может, волнуется просто очень сильно. Просто реально команде нужны результаты. Она очень приятная, техничная команда. В принципе, как большинство команд, где большинство датских игроков присутствует. Плюс вот тот же самый Кселу, которого добрали, да, 22-летний. Как сказал Лаун, его старший румынский брат, с которым они играли в Нексус и на румынских ланах. Ну, и сам Лаун, которого до этого взяли. Который, скорее всего, посоветовал как раз-таки своего земляка. Тем временем нам не показали, но Патси через Маки находит, как я понимаю, вот здесь где-то на рампе. Да-да-да-да-да, судя по миникарте. Вот он лежит, отдыхает. Штейр. Неудачный подход к рукаву. Ничего не увидел, но уже погиб. Ну, и появляются хорошие шансы, кстати, для Team Spirit, для того, чтобы взять первый раунд. Наконец-таки на карте Вертига. Игнорирует Мэджикс. Флэшку, но не игнорирует его рефреш. Приходит, ставит тому хэдшот. 4 в 4. Сравняли. Пошли проверять, что происходит по рампе. Подтянулись к Патси. Раскидывают дефолтный абсолютно смачок под номером раз. И, по идее... Ну, если это заход, то должен быть второй. Но его, скорее всего, не будет. Готовят флэшку. Кселоу. Ой-ой-ой, нервы. Кселоу! Вот так вот. Успел даже выхватить фазу. Мы немного дрожащими руками, но свой минус так или иначе обеспечил коллективу. Последний вандерфол остается. Его запалили за цементом и приговорили. Аплодисменты. Аплодисменты от Бэри. Кстати, у меня уже дурацкие какие-то мысли приходят. Потому что, ну, борьбы по факту у нас нет. Я так сейчас думаю. Блин, а сколько сейчас сил, реально энергии экономят реально Бэри? Не ходят каждому. Знаете, как некоторые тренера после каждого раунда. Удачный, неудачный, с грустным лицом, с веселым лицом. Но ходят, раздают кулачки. Типа вообще иногда абсолютно бесполезные. Там, ну, игрокам как бы созристоточатся. Но те уже на рефлексах тянут руку. Сколько сейчас сэкономит сил Бэри? Просто этих же аплодисментов его подопечные не видят. Я предлагаю сверху над мониторами поставить помимо вебок еще, знаете, как зеркало в машине заднего вида. Чтобы так раунд закончился. Посмотрели, что там делает тренер. Опа, аплодисменты от него. То есть зеркала настроят на центр. Ну, в середине сидящего игрока, да, за ним, за его спиной. Тренер встает, поаплодировал. Тренер встает, такой, найс, найс. Они по губам прочитали, все окей. Не надо вот это вот калории тратить, кулачки постоянно раздавать. Хотя, опять же, тактильные контакты тоже очень важны. Пока я все дело говорю, делает первый фраг рефреш. Ответка от чопера рефреш уйти не успевает. Мнуться с ноги на ногу спирида перед базой А. У них критически мало для осуществления, ну, такого хорошего, классного захода под гранаты. Выхода этих гранат недостаточно. Поэтому, ну, как-то, как-то решили они переходить под базу Б. Прикольная идея. О, видите, человек одобрил. У меня иногда такие приходят. Надо только записывать, я потом забываю. Напомните мне, кто-нибудь, не знаю, твиттер напишите. Так, два в одного, два в одного. Это чуть ли не самый близкий момент. То есть у чопера там была ситуация один в два, но он полностью был без инфы. Но здесь инфа-то и не нужна особо сирене. Быстро в спину к нему, скорее всего, не придут. Он это понимает. Но надо сейчас просто какую-то позицию занять. Он решил занимать под смог. Спина ему пока не угрожает. Но зато это хорошая информация для Штейра. Да, что чувак в пленте. И он пошел сокращать дистанцию. И так сокращал эту дистанцию, что даже ничего не понял игрок команды спирида. Ну, видите, надо вставать. Там парню попить надо. Ты его отвлекаешь, кулаком отдаешь. О, тебе еще там надо доковылять, докранение. Не пойдет до всех. Одному дал кулак. Не понятно, почему одному. Типа тому, кто сделал последний фраг. Хотя это не Штейр был. Фактическая пауза. А, вот да, интересная мысль зритель в чате пишет. Правила не позволяют. А то в середине раунда в эти зеркала можно увидеть подсказку от тренера. Ну, типа он жестами наколдует что-то. Реально вы серьезно думаете, что такое? Не, ну хотя... Могли бы кто-то это изобразить. Типа... Он встает, там, почесал нос. Ну, хотя он же не видит соперников. Ну, хотя да, это такое минимальное, но тем не менее общение. Ну, смотрите, придумали стекла делать мутными, да, во время раунда. Ну, и зеркала придумают мутными делать. Че? Господи. В тот же... На том же самом заводе заказать зеркала. Чтоб... Чтоб... Мутнели. Блюр был во время раунда. Так, неимоверно шикарный прострел от Кселоу. Пока я тут, опять же, оффтоплю. И через смог. И через текстуру. Потерял, конечно, львиную долю здоровья, но... Результат того стоил. Унес паци. Ну, кстати, из самых жестких по карте оверпасс. Наверное, самого жесткого. То есть, ну, можно, наверное, его было назвать MVP предыдущей карты. О, Петрович к нам в чат пришел. Привет, Петрович. Мы тоже по тебе скучали. Сегодня про тебя, кстати, спрашивали зрители в чате. Любимый модератор чата. Привет, привет. И тебе тоже располагайся. Да, мутные зеркала надо. Тонированные зеркала. Да придумать можно, на самом деле, очень много. То есть, я не знаю, просто во время пандемии как-то все стагнировало в кейсе. Никто ничего не придумал. Ланов не было. Сейчас вроде как какие-то, знаете, тут штуки ESL, Blast начинают придумывать. Начинает вот эта вот движуха идти. Гонка технологий. Так, рефреш. Знаю, что там второй видел ноги. Да, работал. И были вроде бы 4 в 5 с шансами Spirit, а теперь 2 в 5 и без денег. И раунд-то девятый уже будет. То есть, у них сейчас, у Spirit дела обстоят еще хуже на их выборе, чем дела обстояли у Sprout. То есть, если там 4 раунда за атаку, это окей. Можно было поверить в то, что камбэк будет. То здесь как-то все вообще печально. Вообще, пишут, тренера надо вперед поставить, чтобы там танцевал. У меня мелькала такая мысль. Но просто это нереализуемо. Вот сейчас реализуемо в арене, да, когда нет зрителей. Но когда у тебя многотысячная аудитория, прикиньте, что это будет. Типа тренер ходит перед игроками. Ну такое. Или можно, смотрите, вместо зеркал, короче, поставить вебку и на тренера. Он сидит такой. И вебка включается в фристаймах. И вот слева радара, справа игроки у себя на экране видят. Ну не, это бред, это бред, забудьте. Fast round пишет, нужен. Ну не знаю, что спасет Spirit. Есть два калаша. Пошел Magix. 1-1-80. Это у Magix. Непривычно такое на самом-то деле видит. Проседает. Вот он очень серьезно. Чуть меньше, но патси тоже. 3 на 9 такие. Два игрока, от которых многое зависит. Миддл отдали. Может за него как-то Spirit зацепится. То есть у них есть такая наметочка вроде как на сплит базы B. Надо минуса делать. Приходит минус от Wonderful. Окей. С нехарактерным для себя девайсом. Тут еще приятные новости. Прилетают два хэдшота на базу B. И вдруг откуда ни возьмись. Раунд на точку B появись. Ну все. Тут куда идти справа-то? Отдали, отдали. По факту. Как-то неожиданно это случилось. Ну видимо концентрацию потеряли. То есть такая отметка 9-0. Соперник не сопротивляется. Что-то какие-то... Что не делает. Все валится у него из рук. А у нас и по энтри все хорошо. И супер-ретейки никакие делать не надо. Потому что банально не допускают до момента установки бомбы. До тачдауна спиритов. Видимо немножечко фокус подпросел у Спраут. И на этом моменте получился даже вот такой вот раунд. То есть необъяснимо, почему вы отдаете мидл. Что заставило Спраут сейчас его просто банально не смотреть. То есть у вас и так все до этого было шикарно. Опорники на точке А справляются. На бетом окей. Сделают погоду. То есть... О, не, ну это больно. Это ведь... Сегодня я подслушал последнюю карту, когда смотрел, когда Сеня с Лениным комментировали. Там Ленин рассказывал, что где-то он слышал, что ESL дают штрафы за удары по столу. И, видимо, сейчас игрок Спраут такой, не, ну штраф получать я не хочу. Ударю-ка я себя кулаком по голове. Не берите с него пример. Стол можно купить новый, а голова у вас одна. Так, уже отъехал Патся. Где это было? Опять... Опять подачи, Ресмог отъехал. Ага, отъехал Борис. Вот так, кстати, игра шла абсолютно все 9 раундов до этого. Одинокие, безразменные, фраги по двум самым дефолтным направлениям атаки со старта. Да, то есть на рампе базы А и на лестницах базы Б. И один раунд какой-то через мидл получился, и на базу Б сплит у Спирит. Но в целом все продолжается то же самое. Даже сейчас Чоппер вроде бы как контролил своего соперника, но тот дал ему вертуху. И здесь не полетело. 10-1. А Крохот заигнорил идею про программу. Да я прочитал это, я не понял, какую программу. Я понял, про что ты. Но типа это самое... Ну не знаю, как это интригурировать. Я понял, про что ты. Ну и такая бесполезная нагрузка компании, я бы сказал. То есть и так бывает, знаете, что игроки Налана говорят, ооо, афпс-очка-то проседает, а там потери, лосы. Бывает, бывает такое. Даже на самых мощных компьютерах они вообще вырубаются, ломаются, сгорают. Все бывает, а тут какую-то же программу для вебки, чтобы видеть тренера вставлять. Я думаю, нет, это все-таки нереально. Ух, ну, не знаю, уже очень хочется досмотреть просто эти мучения и переместиться на веселейшую карту Анубис. Вот честно говоря. Ну а спириты будут сопротивляться, в любом случае им терять нечего, первое они забрали. То есть помять соперника еще, ну не отдавать же, вот 1-16, да. Что-то они здесь будут пытаться делать. В этом раунде очень даже неплохо, по крайней мере, с рампой они уже справились. Чуть ли не первый момент вот после того взятого раунда, когда и перед, и после, да. Когда они реально в хорошем большинстве и ничего не предвещает беды. Но боятся, при этом стоят, выжидают тайминги. Зефон пошел. Зефон и появляется. Голова, и как не идет стрельба. 2 в 4 превращается. 4 в 2 превращается 2 в 2. Просто тихий ужас, а на Б никого нет. Спраут, можно выйти туда. Спиритом идет погоня в спину, лол, об этом ничего не подозревает сирень? Или знают? Топают, топают, серьезно топают. Сирень сорвал установку бомбы, получает под ноги молит. Чуть дальше он пришелся, сирене отсюда. Можно уйти, у него есть тайминг, он не уходит, запрыгивает на сигарету, погибает. По итогу остается последний. Мэджик ставит хэдшот по первому. Зефон со снайперской винтовкой против Бориса. 1 на 1. Борис и Зефон точно знают, кто откуда пойдет. И вот первый клатч, который выигрывает команда Спирит. И, в общем-то, чуточку Мэджиксу похорошела. Чуть он вот какую-то такую важную ситуацию для себя выиграет. Потому что до этого у него с фрагами было все очень печально. На данный момент после этих сделанных стало аж 4 на 9. Все равно. Все равно большой минус. Вообще это никак не колышет сейчас команду Спраут. Не обращают они на это никакого внимания. Все идет своим чередом. Второй раунд это не беда. Забыть и играть дальше. Тут как-то обсерверы постоянно не угадывают. У нас обратили внимание уже? Ну, минимум третий фраг с Маки. Первый. То есть обсерверы никогда не верят в то, что такое может случиться. Это уже неоднократно случается. Дважды Папатси прилетела на рампе, а вот сейчас Мэджикс приговорил Лауна. Хотя, ну, мы как бы не можем проанализировать эту ситуацию. Видел там Борис ножки или не видел. Но, как по мне, по-моему, там зазорчик какой-то в смоке был. То есть смок не самый качественный. Лег от игрока защиты и за это он был жестоко наказан. Может быть, может быть. Мы увидим это в повторе. По окончанию этого раунда. Но пока давайте его досматривать. Спириты определяются с направлением собственной атаки. Пока это больше похоже до конца на точку. А, ух, какой тайминг неприятный. Кселуа, что его так спугнуло? То ли хотел уже уходить, то ли флешка какая-то воображаемая. Ну, похоже на третий для Спирит на самом-то деле. Что-то небольшие потеряшки. Минус Мэджикс, минус Патси. Все это на краешке смачка от защиты. Теперь какие-никакие шансы на ретейк у них появляются? Нет диффуз-китов, единственное что. И тратится последний смок на бомбу. Сирень в упоре, минус он. Так, ну а тут Вандафул со снайперской винтовкой. Сколько? Посчитайте просто, сколько фрагов в смок в этом раунде сделали команды. То есть стартовый, потом еще два. Ну, четыре минимум. Четыре минимум смоки. Что-то Донт, Молли, Дефюз. Ничего так особо конкретно не слышно, о чем там общаются спрауты. Но единственное, что я услышал. Третий раунд. Третий раунд для Спирит. И под окончание этой первой половины у Ростков критическая ситуация в экономическом плане. Закупились они, кстати, в этом ноль. Примерно такой же раунд у них будет следующий, если этот проиграют. Но я тут... Они-то думают, что они его не проиграют. Смотрим, чем это все дело закончится. 5-7. Поверхностная закалка. Отличный, полностью синий 5-7. Супер дорогущий. Спасет или нет. Стреляет Диггл с другой стороны. Рефреш. Рефреш. Не спас дорогущий 5-7. Но, тем не менее, тиммейты подразменялись. Уже было 3 в 3. Еще один минус отсело. И теперь от Спиритов вообще остается последний. Чоппер, который так и не заходил. Пытался издалека контролить и помогать своим тиммейтам. Но был 1 в 3, стал 1 в 2. Спраут. Ой. Беру свои слова обратно. Ксел. Шикарный просто раунд с пистолетами. Слушай, не зря закупились. И не сказать, что они здесь, знаете, как-то супер угадали с точкой. То есть они не принимали там в четвером, в пятером базу Б. Там было два опорника. Но так медленно заходили Спириты. Так они увязли в этих перестрелках с пистолетами. Так они увязли в этом раскидывании смоков, постоянным флешек. Что оставшиеся игроки с меда и с базы А успели подтянуться. И, в общем-то, ну, этот капкан захлопнулся. Спириты перед последним раундом первой половины берут предпоследний тайм-аут. То есть, чтобы вы понимали, это третий тайм-аут за половину. То есть, насколько высока цена четвертого взятого раунда для них. Они прекрасно понимают, что, ну, возьми они сейчас четвертый, у них еще будут возможность даже проиграть пистолетку. Не возьми они сейчас четвертый. Такой возможности у них, скорее всего, не будет. Ну, шанса, да, на ошибку. О-е-е, Штер там что-то разошелся. Шанса просто ошибиться у них не будет. Надо будет безапелляционной пистолетку и камбетчить до конца. Ну, короче, четвертый раунд очень важен. Пошел прожим, пошел прожим. Слушайте, до конца. И тут вот как бы паузу брали спирит, а по итогу решил... А, по-моему, Штер как раз-таки в этой паузе игрил. Пацаны, сейчас просто давайте пушим. У них там не самый сильный бай, я точно посчитал. Что они там мутят, я не знаю. Но давайте мы просто пропушим. И этот пуш себя оправдал. Пацаны остается последним. Ему мостик закрыли смоком. Доступа визуального до бомбы у него нет. Непонятно вообще, сколько игроков стоит за этим смоком. Успеваю даже поправить наушники. Четыре наклейки Титан. Как говорится, Титан тебе в помощь. Самые увлекательные 18 секунд в жизни нас с вами, зрителей этого раунда. Да, и я думаю, что всех игроков на сервере в том числе. Там уже, судя по вебкам, полезли игроки пить водичку, кофеечек, то что. Но пацаны тут еще надо доработать. Бомба. Выпала под базой Б, но уже нет никакой разницы. Зефон ставит точку в этом раунде и в этой половине. Так или иначе, все равно пауза не помогла. И четвертого раунда спириты не взяли. Перед уходом на паузу, друзья, я вам напомню, что Мейнкаст выпустил свой новый мерч. Есть баннер по трансляции. 50% от продажи этого мерча пойдет на поддержку Украины в войне против России. Ну и не забывайте, друзья, донатить на Донателло. Где все средства идут без комиссии на помощь мирным жителям, пострадавшим от войны, и ворзованным силам Украины, дабы приблизить победу Украины в этой войне. Донателло баннер, мерч баннер. В общем-то, все, уходим на паузу и вернусь во второй половине. Продолжение следует... 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 Как же медлят Спраут? Ой-ой-ой-ой, Патси. Не наказывает никто его за это. Уходит. Абсолютно не потеряв ни единого процента здоровья. Но при этом и не потратив у соперника. Полетел хедшот. Вот теперь уже от него со второй попытки. Чоппер делает то же самое. Но здесь засада. Все, уже момент захода Спраутами был упущен. После того, как Патси спалил спину заходящего до контакта, все было понятно. Огрызается. Лауныкс. Но это лебединая песня перед... Перед взятой пистолеткой Спирит. Так происходит. Легко. Легко все это было. Интересно, почему не поняли Спраут, что их спалили банально. И подумали они, что ничего не поменяется. Мы успеем до того, как все Спириты потянутся на базу А туда зайти. Поставить какие-то хедшоты. Причем, они же не сразу это сделали. То есть Патси... Нам этого, кстати, момента не повторили. Когда не попал в краешек смока по сопернику, он же успел убежать, натопать, добежать до дефолта, из-за которого он дальше стрелял. То есть прошло еще секунд 10 точно. И Спраут в этот момент, не знаю, что думали. Видимо, общались. Извиняюсь еще раз за технические проблемы. Я надеюсь, что у нас отвиснет сейчас клинфит. Я очень на это надеюсь. И мы ничего не пропустим. Да, так и есть. Не знаю, на чьей стороне проблемы. На моей ESL. Но прошу прощения. Что ж, бомбы не было. Вообще, и киллофта особо-то не было от Спраут. Поэтому пока у них на руках... Глаченские. Ну и надежда на то, что вот этим комариным роем они на кого-то где-то накинутся, закусают его до смерти, поставят бомбу. Но здесь два сразу опорника. Одного фармилка у другого Фамос. Пытаются действовать через две подсадки. Одну уже сняли. Окей, осталось еще одна. Ну, начинает потихонечку приходить понимание к опорникам Бэш. Ну, здесь все, да с глоками, да милое дело нафармить. Мэджикс. Пошел собирать оставшийся урожай и сделать из 1200-1800 условных единиц. Нет. Не сформилки. Очень тихо вот настроено. Хотелось бы, конечно, послушать. Просто здесь и Спраут, они же общаются на английском, исходя из того, что у них два румынских игрока есть. Ну и как бы у Спиритов язык понятный, да? Но как-то все это так издалека. То есть супер-крики мы там... Кстати, криков-то нет, вы обратили внимание? То есть, не знаю, предыдущие два дня так большинство коллективов прям кричали. Сегодня что-то АйЧС, Фурию выиграли, так. Ну, выиграли и выиграли. Здесь никаких криков после раунда нет. Хотя супер-важные, да, взяли. Там и пистолетные сейчас, Спириты. И до этого Спрауты забирали карту соперника, но тоже не разряжали свои голосовые связки. Ну, может быть, уже прокричатся после победы. Те или другие. Пока смотрим, как есть. Так, ну и первый девайс, нет, Спраут. Проверяют они одновременно и базу Б, и базу А. Но выход у нас под Б. Игрок с рампы стягивается. Интересный, кстати, заход. Почему так Спириты издалека все это дело встречали троим? Раздал лаун, Штейр двоих подцепил. 5 в 0 раунд. Первый девайсный, который критически важно было Спиритом выиграть, Спрауты вообще не почувствовали. Ай-яй-яй. Ой-ёй-ёй. Вот это боль. И пауза. Причем Спраут берут. О-о-о. Предпоследнее. Берри общается, причем, не с рефрешем, да, как иглом, а со Штейром. Ну, не знаю, слишком много пространства. Слишком много пространства отдали на заход. То есть, ну, вот тут, конечно, последний момент, повторяют, как Лаун уже начал разворачивать свою колотуху на трех игроков. Но до этого он подошел в упор к смоку. Его никто не смотрел. Абсолютно. Чего ждали Спириты? Того, что... Не знаю, Спраут забегут в плен. Они такие, а, никого нет, ну, тогда мы ставим бомбу. И тут они такие, а вот и мы! Но, блин. Классно, классно сыграно. То есть, в момент рассеивания с Мака Лаун находят чувака за ним, и пошло-поехало. Второй на размен выходит, третий не выходит. Все сыграли по одному, и по факту не сыграл никто. Спирит. Какие-то потеряшки полностью. Спрауты. Красава, браво. Тринадцатый очень важный для себя взяли. Оставили экономику Спиритов на последнем издыхании. То есть, либо сейчас, либо уже никогда придет. Четырнадцатый будет экономический. Там уже и мапоинт. Ну, и, в общем-то, вы все прекрасно сами понимаете. Тащить с 15-5 будет практически невозможно. Как будто он его видел через текстуры. Возможно, и видел, кстати, заход его. Да, да. Судя по тому, что шел принципиально и конкретно туда, скорее всего, видел. Вот как должен был, скорее всего, выглядеть предыдущий ран. О, рефреш не почувствовал. А патси не стал дергаться. Услышал спрыг. Двоем Спраут уже. Тень была замечена. Штейр по ней четенько сработал голову и выцеливает его тиммейт. Трещит эмочка. И слышен скаут. Ну, опасности никакой нет. Главное, чтобы две хаешки не притела на дефолт. Не прилетела. Смог еще лежит. Бомб поставлена. Два, кстати. А, не. Один остался за дефолтом. Второй ушел на рампу. Эти постоянные зависания. Я прошу прощения. Но, блин. Я не знаю, в чем дело, на самом деле. Первый пошел. Остается к селу. Против троих. Нет. Залетает по шапке. И начатое доделывает тот же самый, кто это по шапке и зарядил. Мэджикс. Дефузица бомба. И спириты берут шестой. Не факт, не факт, друзья, что проблемы на моей стороне. Частенько тут было такое, что клинфит просто подвисал. Вот, собственно, и все. И даже вырубался. Поэтому, возможно, так ESL отдают. Вот это залетело, так залетело. Под флешечку. И на базе очень далеко. И последний. Сирень. Так, ванвейс мочок под подсадку. Что делать дальше? Как реализовать большинство? Спрауты решают пойти на миддл вдвоем проверять. Кстати, ни разу еще не ходили. То есть, это, в принципе, может сработать. Вплотную подходит к чоппер выходу на базу Б под деревяху. Слушайте, ну уютный карманчик. Вот тут, по идее... Ага, проверили. Окей. Забыли, забыли про этот момент. Чопперу показалось, как и мне в том числе, что, в принципе, это прикольное решение. Но, на самом-то деле, сейчас общаются по поводу того, чтобы вообще сейвить. Да, ну куда вдвоем против пятерых? Надо отдавать четырнадцатый. Там денег не будет. Тем более, еще на руках калаш есть у Вандефула. Просто стадо диких африканских бизонов в наушниках у Патси. Но до него никто не доходит. Кстати, меня когда-то какой-то зритель, когда я говорил про стадо диких африканских бизонов, поправил, что в Африке нет бизонов. Я потом прогуглил, а бизоны в Африке, прикиньте, есть. Вот. Так что не поправляйте меня еще раз. Ничего не слышно. Вот очень тихо. Что-то общаются, но, видимо, так специально сделано, чтобы нам в трансу не залетали именно переговоры между раундами. Потому что, ну, это критически важная действительно информация. Типа команды соперницы, которые дальше будут играть с этими... О, видите? Проблемы с плеером, да. То есть это не у меня. Команды, которые дальше будут играть, в общем, их тренера, их там аналитический штаб, все могут послушать, как общаются команды в паузах, да, и, в принципе, какую-то информацию для себя вынести. Поэтому, скорее всего, это специально. Скрывается спирит, и тем временем берут последнюю тактическую паузу, которая у них осталась. Ну, в общем, куда солить? 14-е они уже отдали. И буквально два раунда до победы их соперников осталось. Поэтому, видимо, какие-то мысли у Халли появились, и он эти мысли решил вложить в головы своих подопечных. О, спасибо, Петрович. Адвокат Петрович вам все пояснил. Друзья, если кому-то, кто-то думает, что плохой комментатор и зависание на его стороне, то почитайте в чате. Он все, Петрович написал. Это true info. Реально, у меня бы просто вис-стрим. Вот и все, собственно. Были бы пиксели. А так все нормально. Не виснет конкретно плеер. Так, рефреш. Рефреш зефон. Зефон рефреш. И опять проблемы у спиритов на базе B. Опять двухопорников не почувствовали. Третьего загоняют по спинке. Прочесал зефон. Добил четко тиммейт Моликом. Настолько скучно спраутам, что... Сейчас просто с базы B они добегут до точки A здесь и зажмут просто этих двухопорников в спину и тем самым выиграют пятнадцатый для себя. Примерно, кстати, что-то похожее происходит. Остается последний патси. Не светит ему победа в этом раунде. И будут его пушить. О! О! Они начинают кричать, наконец-таки. Спириты вообще молчат. То есть нам залетает звук с микрофонов, я так и понимаю, спраут немного, да, а спиритов... Спиритов мы не слышим. Окей, давайте смотреть. Возможно, последний раунд на этой карте. Печальные для драконов дела у них с экономикой. В принципе, печальная карта. В принципе, такая же печальная, как у спраутов была их собственная выбранная карта оверпасс. То есть, ну, вот такими вот они разменялись, чужими пиками. По идее, если забегать вперед. Что-то мне подсказывает, что забегаю я правильно вперед, в правильном направлении. У спраут здесь, конечно, уже никаких проблем не будет. Пять четверых. Аккуратно, поступательно, по пикселю. Не особо чего-то опасаясь. Вот так вот элегантно, в спину выстреливая. Ну, в общем, доделывают уже последние технические действия на базе А и дожидаются последнего опорника базы Б. Это сирень. Плетется в направлении карты Анубис. Сирень, по всей видимости. Деваться некуда. Будет у нас счет 16-6. Не получилось абсолютно, Вертига. А с другой стороны, знаете, я в паузе думал, а что могли взять Спирит как свою? Мираж. Не очень приятный был против Нипов, по-моему, вчера, да, у них. Что там еще? Инферно им, естественно... Ну, они не играют, да. Нюк им забанили. Оставался как бы Анубис и вот Вертига. Вот, собственно, и все. Эншент, потому что брать, ну, тоже не хотелось бы. На Эншенте неплохо играют Спраут. Как бы вариантов особо у Спиритов не было, но, как мы видим, и игра не пошла. Счет у нас по итогу в серии 1-1. А это значит, что то, чего мы хотели, все же, все же под занавес этого плейна случится. И мы видим карту Анубис, на которой, ну, я вообще не знаю, чего ожидать. То есть вероятность того, что ее Спириты готовили, она очень... Продолжение следует...